У него была экзема страшная, вот на него это подействовало очень сильно, что у него перестал вот этот, как бы, ну, оно еще осталось, еще пятна эти, да, но вот не было вот этого, какого-то ихнего, но он страдал, вот реально страдал, хотя он, хотя он борец, значит, и он даже какую-то там медаль имел, там, ну, чемпион ихний, там, вот крепкий такой молодой парень, но вот эта вся болезнь у него, она, даже, ну, карьера как бы спортивная у него никакая, теперь, вот, и представляете, значит, его, для него это было сильное свидетельство, что, значит, что кожа, а он, потом рассказывали, какую-то грязь ездил, там, лечился, что-то еще, только лишь временное было, а это прям, вот, прям перестало, вот, и жжение всякое, и все там будет, ну, по-русски плохо говорил, но я понял, что ему, как бы, стало хорошо, то есть он, как бы, так, не ожидал, вот, и это очень сильно действует, я так вижу, что, когда, вот, они понимают, что, ну, Бог реально действует, как бы, да, вот, для них это, вот, хорошее было свидетельство. Да, слава Богу. Да, друзья, продолжаем тему, история Восточной Церкви, сегодня третий день, второй урок. И вот я, так, стоп, 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 остановился на тайне, не так, о мытарствах очистилища, да, 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 и я сказал о том, что именно это лжеучение, оно сделало такую, как бы, работу интересную, оно привело систему, религиозную, всю мафиозную, коррумпированную структуру, привело в такое состояние, когда уже дальше было некуда уже, все, то есть это была последняя капля крови, последняя капля, которая переполнила чашу уже. И, знаете, по поводу того, что вот эти индульгенции, те самые индульгенции продавались, к сожалению, до сих пор в католической церкви сохраняется это лжеучение. Вот, сейчас нет таких массовых распродаж, конечно, но, в принципе, сегодня любой католик может купить эту индульгенцию. Смысл ее, я раньше не понимал, честно говоря, смысла всего этого, как это за деньги, прощение грехов, а оказывается, вот в чем у них смысл-то, я, как бы, западную теологию мало знал, как бы, их практику тем более. А оказывается, вот то, что, помните, я говорил, что вот они представили, как бы, двух братьев, один откупился, да, другой там нет, и вот, как бы, излишки добрых дел, и вот, как бы, человек, допустим, к примеру, приходит, вот, ну, обычный католик, допустим, да, католичка в костел и говорит, к примеру, священнику так вот так вот, вот, а, вначале это было только для живых, кстати, да, изначально, они придумали это только для живых, вначале, не для умерших, вообще-то, точно, у них было так, что, у католиков, что, человек приходит на исповедь, допустим, да, кается в грехах своих, а у них были прескуран тоже такие уже, продуманы уже, какие грехи, сколько стоит, чтобы за них заплатить, как бы, чтобы, вот, за счет излишков добрых дел, как бы, каких-то святых покрылись и грехи, как бы, вот, и, когда человек на исповеди говорил, там, допустим, да, грехи свои, то священник там уже, как бы, счет, счет считал, и потом уже в конце, хорошо, да, прощаю, но вот, 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 за ящик заплатите такую-то сумму и вам выдадут такой сертификат, как бы, индульгенция с печатями, все, были продуманы такие документы, в которых там вписывались только имена и, там, год, там, месяц, все, и человек, он уже мог, ну, спать спокойно, как бы, что его грехи, причины за счет добрых дел святых, таких-то, допустим, таких-то святых, и он полностью прощен теперь, все, и вот, даже, вот эти, вот, почему, там, вопрос тоже был вчера, что ли, насчет этих проходных, там, всяких, там, да, у нас это попозже возникло, при Петре, в первом, да, при Петре Алексеевиче, такая традиция, и то она была только в начале в столицах, а потом постепенно пришла уже, в 19 веке, как бы, уже, считается, так распространилась она по Российской империи, а у католиков она была раньше, еще, ну, в те времена далекие, они, многие эти, такие, религиозные католики, да, запада, они, вот эти индульгенции с собой в гроб ложили, короче, им там в гроб ложили, чтобы, вот, как бы, они представляли себе так, что, когда, вот, он придет, допустим, там, на матарство, в эти, в эти, да, и бесы выйдут, там, с претензиями, там, что, значит, вот, как же, вот, ты грешил, тем, 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 то покойник скажет, стоп, ребята, за все заплачено, зачитаем, да, смотрите все, с печатями все, вот, и, вот, люди так представляли, люди так верили, вот, значит, и жили такой верой, а сейчас, конечно, ну, в России нет такого, в Украине нет такого, сейчас, у нас все гораздо проще, стандартная молитва покупается, отрывной купон такой, который сюда ложится на лоб, вот еще, да, значит, а сама записка сворачивается и в руку покойнику с крестиком там дается, ну, это стандартный такой, как бы, набор, он во всех храмах продается, вот, в принципе, как бы, это и недорого совсем, доступно всем, как бы, а смысл молитвы, вот этой, который проходной, так называемый, очень простой, кстати, и очень коварно все записано там, даже местописание там есть, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах, написано, что разрешите на небесах, то будет на земле, то и на небесах, и там говорится, что молитва священника, это вообще-то, ее только священник должен читать, и вот там говорится, что, я в свое время тысячи молитв такие почитал, в свое время, значит, и там говорится, что священник, как бы, властью данной Богом, там называется имя, вписывается лишь имя только этого покойного, и говорит, властью мне данной, я прощаю, разрешаю тебе от всех грехов твоих, которые ты сделал умом, там, помышлением, чем-то еще там, вот, значит, и, что там еще говорить, ну, то есть, короче, от всех грехов освобождается он. Сознательно, несознательно. Да, а, сознательно, несознательно, значит, да, значит, там все это, вот, там перечисляется, и, разрешаю тебя, и прочее, аминь, все. И это уже в рай проходная, да? Ну, считается, да, по сути, да, как бы, считается, хотя... Абат тогда кто идет? Кто? Абат тогда кто идет? Ну, все остальные. Кто не купил? Поэтому, поэтому, очень есть суверные страхи такие у людей, кстати, даже если, например, хоронили когда-то давно, но там записку такую не давали, то обычно... Подкапывают. Да, подкапывают, идут, храм там покупают, потом заполняют, заочное опевание называется, священник там пошаманит и закапывают туда. Я читал таких молитв много в свое время, тысячи молитв таких читал, но, знаете, на одном приходе в Рязанской области, вот, где я был там, тоже как командировка у меня была, ну, такая проложительная, там, где-то несколько, ну, 3-4 месяца, больше даже, до полгода где-то примерно я там был, больше, меньше, вот, приезжал, уезжал, а потом, как бы, даже и жил там где-то несколько месяцев. Вот, и это Милославский район Рязанской области, это уже где-то на границе с Липецкой областью, там где-то уже, вот, а, Тамбовская и Липецкая, да, вот, в том районе. И, знаете, у меня вот был такой первый случай, когда я засомневался вот в этих всех молитвах, которые даем покойникам, а там так получилось, что начало 90-х же, 92-й был год, по-моему, тогда уже, и, значит, люди работали в этих совхозах бесплатно, по сути, за трудодни, как бы, да, значит, вот, и никто ничего не платил там людям уже, да, год, два, три там, и вот, вот, и вдруг объявили там, значит, как раз я приехал, объявили зарплату, там весь этот, там совхоз бывший, там с разных этих сел там съехались, там трактористы, комбайнеры, там все там, там народу мужиков там немерено, Майдан так не собрался прям огромный, вот, значит, будут выдавать зарплату, сказали, вот. Оказывается, их непредседатель взял, значит, бартером, значит, там сдавал там что-то зерно, что-то еще, взял бартером это, спирт, со спиртзавода, да, немеренное количество спирта, и вот такие ящики большие, значит, и там, значит, в каждом ящике 4 банки 3-х литровых закатанных, как-то огурцы, там помидоры, только спирт, там 90, там сколько процентов, значит, там, короче, значит, ну, спирт, и выдавали по описи, значит, там, значит, все, значит, там, выдавали по несколько ящиков там на душу, там, кто сколько заработал там, вот, и представляете, когда началась эта выдача зарплаты, а я уже там месяц или два уже слушал на приходе, а как раз там рядом, вот тут управление, и вот храм прям буквально поводаль, недалеко, и, значит, и там такое началось, короче, некоторые пили, прям там уже начинали пить, вот, продолжали, вначале разбавляли водой, вначале, вот, потом уже не разбавляли уже, вот, вы представляете, сколько у меня было работы потом, это, ну, да, дело в том, что один из самых страшных эпизодов, в моей жизни, вот, что я в жизни страшное видел, это вот, как раз вот на этом приходе, село Богородецкое, один из самых страшных, понимаете ли, вот, несколько месяцев я только отпевал, редко, когда в день был один или два гроба, в основном три-четыре гроба, и все мужики в основном, то есть, через несколько месяцев в этом селе, в соседних селах Озерки, потом Пролетарский и какой-то еще, мужиков среднего возраста почти не осталось никого, вот, за несколько месяцев все население, как будто бы, знаете, вот, как будто бы, ну, корова слезала, даже и бабы некоторые погибли, значит, там, там, значит, ну, в таких пьяноках, значит, там, но мало, в основном, старики тоже некоторые погибали, умирали, первые покойники двое, буквально через, там, два-три дня у меня был покойник, два сразу, два гроба сразу, вот, это были вот с этого села, именно, как раз, непосредственно, где было правление совхоза, они просто, двое мужиков нажались так, что обливались и захлебнули своей жаблевосенью оба, вот, и нашли их тела, значит, в доме, вот, и я их отпевал, вот, это были первые ласточки, как говорится, вот, а потом пошло каждый день, это было похоже на, что, знаете, какой-то фильм ужасов, вот, я говорю, редко, когда потом, у меня вот несколько месяцев были одни отпевания, редко, когда там было, там, один-два гроба, это были редкие дни, в основном по несколько гробов, и потом я выезжал еще в соседние озерки, и там хоронил, и там хоронил, короче, это было что-то страшное, я похоронил почти всех мужиков, там, в этих селах, почти всех мужиков, да, вот, значит, это в нашем стиле точно, значит, и вот, и вот, и, понимаете, значит, отпевая, отпевая в очередной раз, там, и того, и другого, пятого, десятого, вот, понимаете, значит, эти молитвы вручаем, что прощаю, там, грехи их не все, там, вот, у меня было такое, вообще, паршивое, такое настроение, мне было так плохо потом, думаю, ну, вроде как бы я правильно все делаю, но что-то было неправильно в этом всем, я понимал, что что-то неправильно, что-то ужасное происходит, просто люди гибнут, вот, и самое страшное, я не знал, что делать вообще, просто отпевал, отпевал, да, что-то я говорил там по поводу пьянства, но это было как обстенку горох, вот, и, кстати, первые вот эти двое мужиков, запомнились мне они особенно, один из них просто накануне, как раз, вот, в день выдачи этой зарплаты, той самой, да, он богохульствовал, мне так сказали, там, ну, там, село, все знают, все, вот, что он, вот, очень богохульствовал, матом ругался на Бога, значит, там, все проклинал, значит, ну, одержимость была в день этой выдачи, и его, там, пытались другие мужики успокоить, пристыдить, говорят, ты что ругаешься, Бога нет, представь, ты что-то ругаешься на него, если его, его же нет вообще, а он, там, богохульствовал, и вот, потом нажрался и умер, вот, и я отпеваю его там, такой-то, такой-то, чадо, такой-то, прощай все твои грехи, там, ужасно все это было, конечно, вот, и, понимаете, к 96-му году я в этом полностью разочаровался, вот, в этом учении, выдав, там, тысячи этих, да, листков этих, я понимаю так, что все это настолько, вот, мерзко, и в глазах Бога, да и человеческих, чисто, даже, даже чисто по-человечески, если даже это не брать Бога вообще в расчет, даже если Бога нет вообще, допустим, к примеру, да, вот, даже чисто по-человечески, это так нечестиво, вообще, вот, то, что, священники делают, это очень нечестиво, даже по-человечески, а не говоря уже по-божьей, не говоря уже, вот, значит, по вере христианской, и, конечно, Петр I, когда такую традицию привез, вот, значит, этих отрываний, вроде она, ну, она нравится, она людям, в принципе, нравится, вот, до сих пор, вот, как бы, люди довольны, что, значит, любой умер, да, и принесли ему венец, вот этот на лоб ложится, это называется венец победителя, вот, значит, объяснение такое в семинаре было еще, что это венец победителя, с которым на небеса приходит человек, какой он победитель, что он победил вообще, вот, значит, бумажный венец ему, ой-ой-ой, вот, и, понимаете, действительно, гибнет народ из-за недостатка ведения, невежественно народ гибнет, и самое печальное, что и священники гибнут, вот, некоторые задумываются, конечно, об этом, но мало кто пока, пока, поэтому молимся, вот, молимся о том, чтобы вот эти путы религиозного оккультизма пали. Говоря о восточном христианстве, я понимаю, что восточное, оно такое, как считается всегда, более духовное христианство, вот, и действительно более духовное, и католики даже признают всегда, когда общаешься с католиками, когда они говорят, да, даже у нас в семинариях, там, в Варшаве, там, допустим, в Польше, вот, говорили, что, значит, вот, восточные братья наши, они, это более духовный ветвь христианства, вот, как бы, значит, но духовность с зарядом минус, духовность со знаком минус, духовность, есть разного рода духовность, и духовность настоящая, положительная, да, это общение с Духом Святым. Павел говорил, что я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, он предупреждает христиан от этого общения, то есть, вполне возможно христианам и общаться с бесами, вот, и общение с бесами, я это, как бы, уже, к сожалению, даже на своем опыте знаю, это реальная вещь для христианина, человек, называя себя христианином, и будучи даже возрожденным, вполне может общаться с бесами. Я таковым был, и был несколько лет священником именно, как в 96-м году мне это вот просто пробило просто сознание, что во многих вещах, в которых я думал, что я служу Богу, я думал, что я служу Богу, я служил дьяволу, и имел общение с бесами. И вот это меня настолько сильно, вот, просто истрезвило вообще, поэтому, когда я, выражение есть такое, да, в Торе, уходя, уходи, вот, значит, то есть, не тормози, не останавливайся, уходя, уходи. И вот, я вот действительно тоже, уходя, уходил, уходя, выходил. И благодарю Бога, что тогда вот и сердце жены было расположено, к этому, она поддержала меня в эту минуту. Потому что, вот, я так анализирую, думаю, что если бы она не поддержала меня тогда, я не знаю, решился ли я бы вообще пойти, в никуда так вот. Потому что, ну, понятно, молодые, но все-таки, ну, понимаете ли, жена двое детей тогда у нас было маленьких, а это никуда, не дома. То есть, мы жили в церковном доме, значит, деньги есть, все есть, а это, как бы, моментально все прекращается. И чем заниматься? Я не знаю, но просто я понимал, что я больше не могу здесь находиться, в этой системе находиться не могу. Вот, и сейчас, конечно, там как-то вопрос даже задали, что, значит, в жизни, какие, какой момент был, может, у вас там, такой самый, такой героический или какой-то подвиг, там, для меня это был подвиг, это вот, сейчас вспоминаю, из всех моих, из моего жития, это вот как раз событие 96-го года, что тогда и вышел. Дело в том, что некоторые священники со мной общались эти годы, на протяжении этих 20 лет, и даже некоторые изъявляли желание, даже в Киев ко мне приезжали сюда, изъявляли желание выйти из своих систем, этих структур, примкнуть тоже ко мне, вместе будем трудиться, и хотели это, а потом получалось, что оставались они на месте, некоторые уходили из своих структур, возле меня были, а потом снова возвращались, вот, и, да, и перестроиться мышлением, это одно, а второе, что, ну, понимаете ли, там, как бы, доход, расход, приход, как бы, родня особенно, если когда, или, допустим, жена, один отец Сергий приезжал ко мне тоже, с Донецка, вот, все, значит, а жена ни в какую, значит, и он включил заднюю скорость и обратно поехал. Вот, в Житомирской области один священник, там даже не один даже, изъявил желание присоединиться, двое даже приезжали ко мне, третий там в селе, такие вот там, ну, там московский париархат весь, он очень мафиозный такой, значит, и, короче, священники приехали с этими бандитами, какими-то к нему, и стали его бить, вот, то есть, сами священники били его, а потом отдали его бандитам, вот, значит, бандиты его били еще больше и бросили его там где-то за поселком, их ним там, в Канаве, думали, что он все уже, значит, а он выпался из Канавы как-то, его подобрали, хорошо еще люди, и он там еще там полгода в реанимациях этих провалялся, ему череп проломили, там все там, преломали, и, короче, после этого он забрал заявление и обратно вернулся в московский париархат, короче, вот, система очень религиозная, такая злая, ко мне приезжали много раз, и с оружием приезжали, и, как бы, и заказывали меня, ну, из того, что я знаю, допустим, доподлинно, да, вот, три раза конкретно заказывали, вот, но самое интересное, каждый раз не состоялось, ну, как вы понимаете, да, заказ. Один из случаев интересных таких, ну, как бы, и не очень интересный, конечно, вот, потом думаешь, ну, как бы, это, в принципе, не очень интересно, это могло уже закончиться и не так, но закончилось интересно очень. Тот человек, который ему местная епархия, значит, руководство там церковное, заказало меня, значит, они заказывали этому человеку некоторых других людей, он убивал этих людей, то есть священники даже не брезгуют тем, чтобы убивать, вот, значит, каких-то людей, но каких я не знаю, там, убивали, я не скажу, за что там, не знаю, вот, там сказали, разборки денежные больше были, прошлые, а это заказали мне, он должен был заказ исполнить, вот, а мне это пересказали братья, там двое братьев, они в писательнической церкви, ну, бывшие бандиты, которые раньше были с ними, там, со всеми знакомыми, они покаялись давно уже, но иногда бывало, время от времени иногда встречаются, общаются, проповедуют там, тем, кто еще практикует все это, вот, пересекаются, и вот этот человек, который за деньги убивал, значит, он рассказал, что он должен был меня убить, но не убил, знаете почему? Оказалось, он, значит, там, там, пару дней, там, за мной наблюдал, ему было чудно как-то все, вот, значит, что заказали они священника в этот раз, значит, нам, значит, священнослужителя и, ну, как бы, и прочее. Одним словом, он не сделал заказ, но самое интересное, что еще, почему он не сделал, потому что, оказывается, епархия, он потом узнал, заказали его самого другим людям, то есть он должен был заказ исполнить свой последний, получается, уже меня убить, а потом его должны были тоже убить. И он, короче, не сделал заказ этот, вот, значит, и цепочку там оборвал, значит, и даже там передал там этим братьям, сказал, что, значит, что даже я, вот, сказал в той епархии, что если, значит, попа-то вы тронете, ну, меня уже, то все это, короче, там будет обнародовано, там, значит, и на вас все это, как бы, будет подано, вот, ну, там, конечно, подано вряд ли будет, потому что там епархия такая мафиозная довольно. Вот, разные есть епархии, разные есть епископы, есть такие более мирные, вот, а есть очень такие наглые, такие воинственные, такие, которые, ну, просто грабят, просто реально грабят. В начале 90-х я, как бы, знал немного изнутри системы, сейчас я уже давно уже не в этой системе, мало знаю их, как бы, и особенно не говорю желанием их узнавать, но я знаю одно, что они думают, что обогащаются, думают, что там между собой там хвастаются, что там золотые унитазы всякие там и прочее, но понимаете... Ват они их с собой не забывают. Ну, это, ну, это понятно. Дело в том, что страдают простые люди, страдают, которые верят им, которые думают, что это есть божье устройство, божья система, и получается, что люди невозрождены, идут в ад, и освященникам это выгодно. И поэтому, понимаете, вот система, вот я говорю, что даже, я вам не все рассказываю еще, некоторые вещи, если буду рассказывать еще, вы вахнете просто. Но мне самому порой не верится, что, как бы, даже то, что я видел, порой не верится, что это было на самом деле. Вот, сейчас уже не верится. Вот, но, поэтому, когда, вот, говорю, Карл Густав Северин-то пророчествовал, что там будет реформация, там, что я, там, буду реформатором, будет реформация, что миллионы душ будут каяться, там. Я его слушал, честно говоря, ну, как бы, знаете, просто, ну, не знаю, идеалист какой-то. Вот, вот, откуда-то с этого, со Швеции своей свалился, там, как бы, где там цветочки, как бы, и все, там, мир, дружба, жвачка. Он вообще, наш мир вообще не знает, вообще, он пороха не нюхал, и вообще, это, как бы, ну, совсем, как с другой планеты человек. Вот, насчет игр, ну, как говорится, ну, блажен, кто верует, легко ему на свете. Вот, но, самое интересное, я-то, как бы, немного так, вот, его, получается, уничижил в сердце своем, этого человека. Сейчас прошли годы, я понимаю, что это я был глупый, а не он. Карл был прав, Карл был, пусть даже он с другого мира, но он с этой планеты. Пусть даже он там с другой стороны, с другим опытом жизненным, вот, и не знал многих гадостей, которых у нас, допустим, мы узнаем, но, но, Бог над всеми нами, и он, знаете ли, я говорю, вот, он остается верующим. Знаете, на его месте я бы, да, разуверился бы вообще в людях, как бы, и все, вот, а он остается верующим, верит нас, доверяет нам, и я даже иногда Господу говорил, что прости, что вот раньше какие-то годы я там все просился на дембель, как бы, насчет сослужения. Может быть, Боже, может, кого-то еще призовешь, вот, как бы, почему я вот, может быть, кого-то еще, как бы, я, тем более, уже поработал немного, послужил, как бы, ну, хватит. Вот, значит, как-то по покое, по покойней, чтобы было служение все-таки мое, как-то, и вообще пожить поспокойней. Вот, и, понимаете, значит, оно мне надо, как бы, значит, может быть, а может и не надо, вот, а потом думаю, стоп, ну, ведь, если он меня призвал такого, как бы, понимаете ли, не идеального и вообще и робщущего, то, видимо, у него проблемы, думаю, как бы, значит, ведь он мог бы призвать там получше кого, видимо, и некого больше, думаю, ну, в конце концов, ну, ладно, надо оправдать как-то доверие хотя бы, делать хотя бы то, что я могу хотя бы делать. Я полагал, что ведь есть много священников, очень умных, образованных, высоко, все, которые могли бы такие дела делать, просто я удивляюсь. Вот, но, да, но Бог, он, понимаете ли, может через, ну, даже он через ослицу мог даже говорить, через ничего не значащего, он может говорить и действовать, и так, что слава ему достается, Божья слава вся. Аминь. Очень важный вопрос насчет причастия. Несмотря на вот эту вот грязь, люди причащаются. Вот мы причащаемся, как написано, будете принимать тело мою, кровь и жизнь будет принимать. Ну, поверим. А они, причащаясь, люди там, принимают и тоже эти разы, причащаясь. Да, я говорил уже, да. Причастие, поверя, совершается. Вот. Я тоже имел опыт и в православии, в традиционном православии, причастие, и не все так там мрачно, знаете ли, значит, и переживал благодать Божью и в костеле, и у протестантов, и у католиков, и в храмах православных. Вот. Причастие, оно не конфессионально. Причастие никто не может из ветвей христианства, там, монополизировать, там, приватизировать и прочее. Причастие – это Христос. Вот. А он, как вот рассказ есть, там, деревенская дурочка называется, старый рассказ еще там, еще в начале 90-х там в газете публиковали. Вот. Я тогда был редактором одной из газет, там, и тоже церковных, церковь называлась, и тоже мы публиковали. Интересный рассказ такой. Не знаю, там, как бы, утверждается, что, как бы, это все рассказ на основании реальных фактов было. 20-х годов, союз воинствующих безбожников, конец 20-х, значит, там, и где-то там молодежь тусовалась, пионерия, комсомолия, все это было, вот, очень популярным. И, значит, и среди них была девушка одна, у них-то с молодежью сидела, на этих посиделках все время, комсомольских всяких, пионерских. Вот. А девушка была, ну, дурочка. Вот. Она взрослая уже телом-то, а умом совсем еще дитер. Вот, значит, и, ну, а ее семья богомольная, религиозная, в храм ходят, ее водили в храм. Ну, как бы, ее, поэтому, терпели там, потому что она, ну, безобидность совершенно была такая. Значит, и над ней решили как-то посмеяться, там, значит, и эти комсомольцы сказали, а вот мы будем сейчас тебя причащать, будем причащать. Она, о, она, о, причащаем, причащаемся. Подходит к причастию, один там изображал себя священника, как бы, другой там дьякона. Взяли там самогонки, хлебушка, значит, вот эти причастия. И там, интересно, красиво так описано, вдруг в том этом амбаре каком-то, где они собирались, там, тусовались, ангела запели. Короче, там, интересно, такой финал, потому что послесловие такое, что распалась там комсомольская ячейка, это, что некоторые из этих людей потом стали верующими, глубоко верующими людьми, даже мучениками за Христа, там, значит, там, и, вот, как бы, а толчком послужил вот этот, потому что девушку причащалась вроде бы просто хлебушек и самогонка, а искренне верила, да, значит, и, интересный рассказ. А сами пережил чудо от своих детей, очень сильное, здесь уже в Киеве, в 98-м, в том самом 98-м как раз вот пережил еще одно чудо, вот, дети, 99-м уже году, вернее, извиняюсь, 99-м точно. Значит, дети играли, дети еще маленькие были, вот, у нас, и играли они, значит, ну, я посмотрел, что же они там, что они там делают. Они играли, смотрю, в церковь играют, интересно, там кукол всяких, медведя разложили, вот, значит, там Настя старшая, она, как бы, как там, пастор, организатор, вот, значит, Значит, Коля там, как проповедник, значит, Серафим у нас там был, как прихожанин, вот, среди этих кукол медведей всяких сидел, вот, значит, и, а они там эти пряники и молоко использовали, вот, ну, как раз мы купили там, вот, и меня увидели они, дети, папа, заходи, заходи, папа, с нами как раз, да. Я так, ну, ну, ладно, пусть так играют хотя бы, вот, ну, сел с ними, я никогда в кукольном собрании не был до того, вот, значит, там, среди кукол сижу, ну, глупо как-то, ну, ладно, чё ж, ладно, смотрю, значит, Коля что-то даже что-то говорил, вроде как проповедь какую-то, ну, я так и не понял, ну, как бы, ну, вроде что-то сказал, вот, интересно, значит, значит, дошло дело до причастия, значит, и они там причащаются, эти кукол медведей, и сами кушают молоко, это пряник там, вот, ну, и до меня тоже дошла очередь, как бы, тоже. Самое интересное, я серьезно это не воспринимал вообще, то есть я это как, ну, игра, игра, молодцы, хорошо, играют там, вот, но это было по-настоящему, оказывается, я это даже не понял сначала, что это такое, ну, вот, Бог был там так сильно, я говорю, настолько запомнилось мне то служение, кукольное, казалось бы, да, что вот до сих пор я вот в своей жизни, ну, несколько только служений таких пережил, сильных, вот, с причастием, которое там пережил я. Я до сих пор потрясен, вот, вспоминаю, сколько лет прошло, вспоминаю и просто удивляюсь, настолько вот это присутствие Бога было сильнейшее, я не знаю, что там дети чувствовали, не знаю, что там куклы эти могли ощущать, но Бог был так, с этими пряниками и молоком, я скажу, я вот, вот, он как будто прошел полностью в меня, а я в него, вот, настолько вот, как будто оделся в него, а он в меня. Я просто был, ну, не знаю, я не мог ничего, я просто пытался там не плакать, все, значит, даже перед куклами было стыдно мне, вот, чтобы, вот, интересно, и сильнейшее было вот это служение для меня. Я потом встал и думал, ну, что произошло, что это было вообще, это, это же не причастие, я, тем более, серьезно не настраивался никак, значит, я даже и толком и не молился, ну, когда там на себя что-то сказал, я тоже повторил что-то там, значит, да, значит, да, что тело Христа, кровь Христа, значит, но я к этому серьезно же не относился, а Бог серьезно относится, даже когда мы серьезно не относимся к некоторым вещам, Он серьезно относится, интересно очень, и у Него очень серьезные отношения порой, даже в наших несерьезностях, И вот это, я потом анализировал, ушел там в парк, туда, победа этой, хожу там, молюсь, думаю, что такое было вот сегодня, думаю, что произошло, вот, я не мог понять вообще, вот, до конца осознать это, вот, и это присутствие Бога, оно не выветривалось, оно вот, оно просто было, и не переставало, как будто поток какой-то просто, он непрекращающийся, что произошло, и, знаете, я пересмотрел тогда, вот, как бы, самоотношение к причастию вообще, самоотношение к хлебопреломлению, если до того мне как-то было важно, там, значит, где-то, где-то важно даже вино, или это опресники, или это квасный хлеб, то есть, как бы, я так еще как-то держался какие-то вот эти условности этих держался, чтобы это было, там, как-то церемониально больше все-таки за это, вот, а не так просто, как вот порой в некоторых церквях практикуются, допустим, ну, как-то свои отношения были, там, настрои, там, допустим, исповеди, там, исповедания, там, значит, там, после этого вся моя теология на смарку, просто, как будто ее смыло в унитаз просто вообще, я с чистого листа просто говорю, Господь, я ничего не понимаю, но я понимаю, что причастие-то ты, это ты, все, больше я просто, все остальное, оно как мишура, вообще ничто, вот, знаете, вот, причастие-то Христос, Христос-то причастие, я иногда, говорю, вот, причащаюсь просто бесконтактно, то есть, нет ничего, даже, вот, иногда в дороге просто у меня в поезде где-то, в автобусе где-то, в электричке, без разницы, бутылочку воды у меня, допустим, просто немного хлеба, вот, я просто молюсь, и это, для меня, это причастие, причастие совершается, говорю, не ртом, желудком, а вот здесь совершается, здесь совершается, оно совершается в нем и во мне, я причащаюсь его, он причащается в меня, Я погружаюсь в него, он погружается в меня. Я познаю его, он познает меня. И это вот этот момент какой-то, я пропитываюсь им, он пропитывается мною. И это вот какой-то процесс, он уму человеческому моему, я понимаю, непостижимый до конца. Я просто смиряюсь с тем, что он это я, я это он, все. Вот это для меня причастие, его тело, его кровь. Мы, я и ты, мы одной кровью. Вот это для меня вот это ценное. И само рассуждение о теле крови Христа. Вот, а как оно совершается, церемониально, не церемониально. Я с тех пор там бывал в разных собраниях, очень разных. И после этого я очень спокойно относился и к тому, что порой в некоторых церквях просто берут там и под там рок-н-ролл, берут хлебушек и улыбаясь, просто кушают и причащаются. А в других плачут на коленях и убиваются. Я тоже с ними на коленях стоял и убивался. Моют ноги друг друга, я тоже с ними мыл ноги там, значит, в разных собраниях я бывал. И везде я понимал, что Бог, Он не сходит к нашему естеству. Кому-то кажется лучше так, кому-то кажется лучше так. На самом деле мы все и правы, и мы все и не правы. Вот, потому что правы только Он, на самом деле. Прав только Он. И вот я говорю, вот это причастие, оно для меня стало таким революционным. Это очень хорошее свидетельство для меня было, и вот я вам и передал его. Вот, поэтому даже если я говорю, что я вам сегодня рассказывал, но там если брать традиционное, восточное христианство, да, православие, грехокатоличество, вот, древле православной церкви, самопричастие, да, да, там много оккультизма вообще. Там столько, что, ну, по-человечески там не пробиться. Но самое интересное, Бог, Его ничто не остановит. Весь оккультизм этого мира, он как ничто. Бог, Он приходит. Я разговаривал с одной бывшей ведьмой, значит, кубинка с Кубы. Бывшая ведьма, потомственная там, значит, там, и, ну, наподобие вечера на хуторе, вот, что-то такое. Вот, там и летала, и все, значит, там, и где-то жила, там, и под водой, значит, там, и там, там другие эти вот люди свидетельствовали. Ну, потом я поинтересовался, да, что они знали ее в прошлой жизни, там, вот, слышали больше, конечно, ну, кое-что и знали. Вот, значит, и, и она, значит, рассказывала интересный случай, свидетельство, как она пережила Христа. Она сейчас евангельская христианка, проповедница, там, благовестница в Штатах, где-то еще. Вот, интересно, встреча с Христом у нее была первая во время как раз оргии, ну, по сути, сатанинской оргии. Она рассказывала интересные, там, ну, порой страшные вещи. Они там даже не только животных приносили в жертву, даже детей убивали. Ну, даже, они не воровали детей, а выкупали у кого-то там детей и убивали их. Своих не трогали? Кстати, не, даже своих некоторые убивали, своих убивали тоже. Вот, но она была, значит, ну, не было у нее детей. Вот, но что интересно, знаете, даже там участвовали в этих оргиях, даже там и высшие офицеры, там, полиции, там, как бы, чиновники такие богатые. Ну, они больше, как бы, как бы, им само шоу нравилось, как бы, они сильно не посвящались. А вот, значит, а вот эти были, да, посвященные. Вот, значит, и, там, Люцифер являлся, и все на им, значит, когда-то. Но, самое интересное, во время одного из такого, ну, сатанинского действия ей явился Христос. Никто не видел больше. Она даже не глазами, говорит, а как будто он, даже, она видела этот мир другой какой-то, да, значит, бесовский, я понимаю. Были служебные какие-то у нее там свои эти духи, еще от прародителей, которые служили, убивала там на расстоянии людей, все прочее. Но, самое интересное, значит, когда, вот, явился ей некто, она говорит, я не поняла, что это. Это из другого мира, как будто, какая-то другая реальность, которую она не знала. А с духами она общалась еще, не могла толком разговаривать, но еще дитем совсем, она уже начала общаться с духами. Всю жизнь прожила с духами. И, представляете, когда явился, я Иисус, ну, на ее языке, а потом, значит, сказал так, что если ты, ну, примерно так я понял, что если ты не обратишься сейчас, ты погибнешь. И интересно, она, я не знаю тебя, не знаю, кто ты, но я обращаюсь. Я, говорит, вот, она настолько испугалась, что вот это, вот, все то, что она знала всю жизнь, это другой мир. И он погибающий мир. Вот, а тот, кто явился, он ее любит. Она не поняла еще, она не знала ничего там, ничего о нем, о Христе. Но она приняла уже, вот согласилась с его планом. И после этого все по-другому пошло вообще. Постепенно, постепенно. Потом нашла евангельских верующих там, они нашли, верни ее. Вот, значит, и было покаяние. Там другие были случаи, интересные очень даже. Вот, для Христа нет никаких препятствий. Ученики его были закрыты за дверями, да, страха ради иудейского. А Иисус прям встал посреди них и сказал, мир вам. А если бы он там тарабанил бы, что, они бы так не открыли бы. А он пришел и стал посреди прям. Для меня это такой пример, что вот он приходит сквозь любую стену, приходит. Он приходит сквозь любые там лжеучения, все прочее. То, что он действительно сверхъестественный Бог, сверхъестественный Господь, сверхъестественный Спаситель. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Да, давайте сделаем перерыв и продолжим. После. Да, в 12. Спасибо.